Бай, да, Виталити выбирают оборону, ну и у них что, 4 армора и вот Кио, что будет покупать? Пятый армор, тут долго не думали, в общем-то на стрельбу, как всегда, раунд от команды Виталити, ну и дым, две флешки, мы видим у героя к декой в руках Тезиса. Ну что ж, удачи командам, поехали, друзья, надеюсь, получится очень классная катка, просто выход через фонтан, ну и уже встречают здесь перекрестным огнем ребята из Виталити, убегает обратно на точку Шокс и именно за ним уже гонится, вражеская команда не дают ему вернуться назад, спину тоже прикрывают и пока суперначало для команды героек, все, остается один Месута. Не сдается, но правда убить получилось только лишь одного Ставна, очень жесткая пистолетка, отметим, конечно, даблкил рефреша, ну и вот как-то зажать коллектив героек с двух сторон у Виталити не получилось. Смотрим, конечно, за закупом героек, мы уже видели на карте до оверпасс по ходу этого турнира, ну а вот Виталити последний оверпасс играли аж там на РМРе. Ну как-то заигрался Шокс, на самом-то деле он должен был чуть раньше, там, на две секунды пойти назад, убежал бы в плент, если бы бежал атакой за ним, там, игрок с коробки бы еще многих подрезал, ну а так произошло то, что произошло, друзья. Ну и коэффициент от приматч на эту карту, 2-0-8 на Виталити, 1-7 на команду героек, получаете бонус плюс 100% на первый дебозит, кликайте на баннер по трансляции, драка в коннекторе, атака решила пройти как раз через эту позицию, ну и оборона также решила здесь укрепиться втроем. Ой-ой-ой, как убрал прицел Сьюш, не вовремя Месута, вешает ему хэдшот, но тут есть Кэддиан, но у него уже нет половины хп. Кэддиан, Кэддиан, пытаются его запушить, но Касперу только это и нужно было. Два фрага, выходит хелпа, третьего забрали, но тут Виталити погнались за этим убийством, в итоге просто всей команды погибли. Да, и в итоге минус форса для Виталити и 2-0 для команды героек, ну либо мега момент для мистера Шокса, если он сейчас всех тут распечатает, ну будет, нет, хотел сказать, будет проверять, по-любому он как-то не проверил все-таки эти ступенечки. Ну ладно, 2-0, играем дальше. Ну и последний матч, друзья, сразу сделаю анонс, последняя игра здесь на втором канале WePlay, это игра Маус Спортс против Фурии. Опять же, непонятно, там соберется ли Фурия или нет. Ну да, там у Арта сегодня были большие проблемы, как-то в дебютном матче, как будто не с той ноги встала Фурия, не было похоже на Фурию, просто их перестреливали. Да, так уже последние полугода происходит, знаешь, там наоборот ждешь от них бусты, там новых, более там жестких тактик, апгрейда, ну а как-то пока что все стало на месте. Ну пожелаем удачи, конечно, Фурии, будет непростой матч против Маус Спортс, а пока что пожелаем удачи Виталити и героек еще один раз, но теперь уже Виталити чуть больше, наверное, ему же надо как-то собираться на оружейном раунде, пока, ну, может быть, все выйдет на 3-0. Есть Диггл, конечно, у Апекса, но по идее, там 5-7 даже, да, докупили. Ну, Апекс на Б стоит, под базой остается один Зайву, соответственно, именно сюда пока двигаются герои, вообще очень интересное противостояние в плане морали у нас получается. С одной стороны, Виталити, это Апекс, просто максимально кричит, заряжает свою команду, с другой стороны, нам уже показали Кейтиана, который тоже любитель покричать и, так сказать, подарить нам шоу. Ну, и одна и другая команда, по сути, ну, да, конечно, тренер нужен, это сумасшедший импакт, помощь, там, аналитик, но тут хэпы, по сути, могут все эти изменения вносить по ходу матча. Пока что небольшой размен, Зиву забирает Сьюжи, Тезис сразу же отвечает и продолжается атака на точку А. Да, здесь три игрока команды Виталити, но, опять же, они с пистолетами, без гранат, без арморов и сейчас, может, даже не стоит раскидываться, просто зайти и разменами все это перестрелять. Шокс на подсадке, 9 хп все-таки не попадает по оппонентам, ставн прошел длину, но теперь точно знают, что двойка в хэлпе. Подсадка сама себя не сделала, ставн жестко, красиво, без шансов для Виталити, но это 3-0. Под один самочок, да, закрыли хэлпу, вот как раз туда и нужен был дым, но больше здесь самоки бы только себе помешали, поэтому все четко сделали. Здесь героек, пришли, дали дым, зашли, задарили точку и спокойно с одной потерей выиграли этот раунд 3-0. Ну, а теперь начинается серьезная игра, первый оружейный раунд, опять же, мы-то все знаем, что там мистер Зиву с авиком на оверпасе, в защите, очень много импакта выносит для своей команды, но посмотрим. Вот он, новый тренер, старинах Зист, некогда один из самых юных капитанов, вообще, молодых игроков, которые возглавили там титулованные команды. Ну, теперь уже в роли тренера. Интересно, интересно, как поменяется игра, конечно, героек, его там буквально за пару дней анонсировали, очевидно, что на этом мейджоре еще по старым тактикам все будет проходить, хотя вот какой-то блокнотик у него там в руках есть, какие-то записи присутствуют. Ну что же, быстрый, быстрый врыв на точку Б, пробросили Кьюджина, но это уже беда. Причем там еще рефреш, флешку получил, но это, конечно, не так было важно. Ну и, судя по всему, будут продолжать атаку здесь на бэплэнт, ребята, справа есть соперник Мисута, подозревает, что там, да, кто-то находится, еще и попал, вроде бы, по нему рефреш, но нет, половина хп только забрал у Мисуты. И сразу же разворот, вроде бы готовился выход на бэ, но посмотрите, после этого эпизода, ну посмотрим, что услышит Шокс. Шокс, развернулся на длину его, как будто не сразу Сьюз подметил, Шокс, минус два, третьего в полете, хедшотом Ришар, вот это им, четвертого сюда. Я не понял, кто тут кому уводил прицел, первый вышел просто на ствол, второй решил пропрыгнуть, пока умирал первый, немножко суета какая-то от команды Геройка, какая-то непонятная перетяжка, почему они так решили сделать, там, все-таки они все пространство не законтролили с Аплэнта, почему просто на Б дальше не навалились, непонятно. Но, видимо, как раз дали большее количество соперников там на точке, но вот с Шоксом какой-то провал случился, я вообще-то думал, на шифтах будут уже двигаться ребята, потому что, опять же, не контролили, но нет. Классная позиция, точный АИ, и вот вам результат, первый раунд для команды Виталити. Героик все-таки с экономикой, моментально закупают ИВП 4 калаша, ну и пытаются уже изначально напрячь Шокса на его позиции. Так, ну что же, Шокс в стиле Тезиса, или Тезис так играет в стиле Шокса, тут уже кому как удобнее, в принципе, у них где-то схожие роли, вот частенько можно увидеть этих игроков вот здесь вот в соло, но, правда, там не в соло, совсем Шокс, там есть в начале Банана, опаснейший Зиву с Авиком, но длина пока что не контролируется обороной, зато вышли там Зига, уже посмотрели на воду, вот непонятно, там дверь открыта или нет, сейчас бы коннектор бы нам показали того же Сьюша. Идет работа по длине, молик, проверка, вот тут никого не находят, конечно же, ищут Шокса, но Шокс уже был научен горьким опытом еще в пистолетном раунде, тут он уже сразу же просто уходит обратно в плент. Очень много гранат остается у героек, 50 секунд до конца этого раунда, ребята будут фейковать на бей, судя по всему, возвращаться на длину, там у них два человека, плюс, как мы видим, на спуске Сьюш. Раскидка прилетела, Кьёжин видит в монстре никого. Посмотри, как по всей карте растянулись ребята из команды героек, один на длине, один на шариках, тут рефреш вообще чуть ли не в соло, ну вместе, конечно, с Кейденом, который прикрывал его с АВП и несет бомбу. Сделали этот минус, еще игрок в коннекторе, ну, в общем-то, вот и рефреш сам пошел, умер там от Апекса, и здесь идет перетяжка, ну, в общем-то, такой план. Так, план 15 секунд у нас бомба на старте дуги. Да, нормально, пробегаем, пробегаем, но вот если Шокс сейчас всех перестреляет, это, конечно, ну, это уже ломается немножечко игра, потому что двое на кабине, они не пустят просто. Шесть, пять секунд, все, бомба не установлена, стал последний против троих. Ну, это называется перешифровали, в общем-то, все было нормально, единственное, что-то на таймер как-то все не смотрели. Если бы не Шокса и не до Плентада бежали беспрепятственно, но там очень много французов оставалось живых. Ну, вы видите, да, что игрок, который выходит у вас на монстре, еще не гарантирует то, что прямо вот все возьмут сейчас опорники точки и убегут. Ну, как бы это, один игрок это и есть один игрок, нам надо было, может быть, нечто большее, сотворить героик, больше шума там уже второго, я не знаю, в Зиг тогда запустить. Уж тут-то наверняка бы, если бы уже выходил монстр и Зиг синхронно, скорее всего бы точно кто-то сорвался и, возможно, бы Шокс уже начал уходить. Это уже был бы совершенно другой раунд. Ну, а так, раунд классный, четкий, но, да, с таймингом случилась беда, ты был абсолютно прав, конечно же, в этой ситуации вот легко так забирают рефреша, ну, а дальше уже тут без шансов. Ну, это Апекс уже в хелпе, вот момент Шекса. 12 секунд оставалось, два фрага, этого более чем достаточно. Смотрим на раунд с одним калашом, теперь вот команды героик будут пытаться удивлять. Походу рубка будет знатная, конечно, за эту победу, за статистику 1-1, между командами никто не хочет попадать в 0-2. Давайте посмотрим, уже в монстр там чуть ли не заходил игрок атаки, это был Стаун, но нет, залетела флешка и пока что отмена. Перед монстром стоят 4 игрока команды героик. Где там Стаун? Тут же, тут же, да. Сейчас приключается вместе с тиммейтом, идут под Зиг. Ну, только Сьюж там смотрит как раз-таки на спуск, остальные все под базой БМ. Но проблема героик в том, что 4 человека из команды Виталити тоже здесь, вот только сейчас за его уходит. Кьёдж что-то... Тиммейт флешкой прям в Кьёджина попал, бывает. Так, ну и... Где там Стаун? Вот, где флешки сейчас? Вот, первый рефреш готовит. Тут пока защита еще проверяет монстр. Ну, давай рефреш. Пошла флешечка. Расстрел, подсадка, но пытаются-пытаются тут хитрить героик. Показали бомбу. Показали калаш, показали подсадку и теперь уже... Что теперь делать? Вот в чем вопрос. Обратно туда бежать, на Аплент, ну, как бы это уже не работало несколько раз. Но посмотрим, попробуют это сделать, ребята. Но Шокс пошел поджимать длину и будет их обходить, если что. Ну, а тем временем на помощь к опорнику точки к Зиву идет Мисута. На помощь, тоже на шифтах, аккуратно. Ну, тут Шокс опять всех убьет. Времени 25 секунд. Инфо ей, за его говорит, что это за ход, делает минус. Ответ, Шокс несется. Бомбу нужно ставить, падает Мисута. Как-то да, вроде бы вдвоем там и Авик, но не так уж и успешно принимают этот выход. Ребята, бомба стоит и 3 в 3. И Шокса уже вроде бы здесь ждут. Хорошо, что рефреш казалось деглом, но это с первой просто минус от рефреша. Шикарный момент и большинство для команды героек. Пошел дефьюз, с длины нужен выход. Сьюж, забрал одного, а там бомба раздефьюзилась. Апекс, вот это просто минер. Камбэк отмена. Ну, жесткий раунд. Чуть не выиграли ребята из команды героек. Приматч дарит подарки зрителям мейджора. Выбирайте свой прямо сейчас, друзья. Да, привязывайте аккаунт на сайте esports.pm. Слэш твич. Забирайте подарки. Ну и, конечно же, оформляйте подписку на виплей. И вам вернется кэшбэком. Та же сумма на счет. Пока что у нас 3-3 идет. Прям дикая рубка. В этом матче никто сдаваться не будет. Ну, давайте посмотрим. Налево пока что идет атака. Потушили молотов. Побыстрее решили занимать здесь позиции. Рефреш пошел исполнять свою роль. Перед монстром будет нашивать смоки. Да, нашел, кстати, посмотрите, на пол хп Кьюджина. Ну, ладно. Тот встал под стенку. И тут еще гранатка. Ой-ой-ой. Чуть не убил. 20 хп здесь. Ребята, меня накаляют. Извините, но мне надо как-то срочно отсюда уйти. А то еще одна хаешка. И подальше. Прям в тупичок туда ушел игрок команды Виталити. И далее смог еще новый на монстр. И он сейчас попытается оттуда ливнуть. Все, ушел. Ушел еле живой. Но, тем не менее, даже решил остаться на вилке. Ну, а тут только выход начинается. На банан от команды героек. На этот раз более закрыто стали ребята из команды Виталити. Но укрепили. Эту точку дополнительным третьим игроком. Сюда пришел Кэп. На помощь к Месути и Шоксу. Ну, а там оставили Зевуса ВП на Б. Поменялись вообще серьезными позициями в этом раунде в Виталити. Хорошая хаешка, кстати, подставная Тесоса залетела. Еще одна туда же. Без длины пытались играть героиком. Но сейчас уже понимают, что нужно использовать всю плоскость. Карты до оверпасс. Фейкует. Тут рефреш на базе Б. Но там, ай, это не фейк. Они и тут на Б. Ну, тут раздамаженный игрок. И на самом-то деле, вообще, знаешь, поражен, что Виталити никого не смещают туда. Потому что все, остался один Зеву тут с авиком на Б. И реально уже нужна хелпа. Да, он хорошо. Он убьет одного. Может быть, второго. Но дальше нужна будет помощь. Кстати, классно. Поменял позицию. Идет хелпа. Будет какая-то подсадка. Но, тем не менее, это уже установленная бомба. И ритейк, как минимум, для Виталити в ситуации 4 на 4. А так и есть. Два набора дифьюз-китов у команды Виталити. Ставн чекает спину. Попадает по Шаксу, но не убивает. Кэйдиан. Закрыл Апекса. Тут бы уже и над сейвом задуматься. Мисута забрал Тезиса. Мисута! Двоих убил. Да ладно, но рефреша не чекает. Да, рефреш много импакта вносит в этот раунд. Зеву знает, что он здесь в уголочке. И должен его уничтожать. Ну и Ставн остается один. И знает, где он. Он стрелял по Шаксу. Да, да, да. Бомбы. 10 секунд дифьюза. Без китов. Так, так. Не бросает, не бросает. Три, две, одна. Ставн все-таки проверил. Ух, доволен Ставн. Посмотрите, там нормально бы сейчас нам звук бы включили. Было бы очень громко такое от Ставна. Минус уши у Кэйдиана. Да, да, да. Но учится у Капитана. Капитан еще через перегородку. Покричал там ребятам тоже. Ой, как не хватает микрофонов. Мы видели, как и как раз отвечали Virtus.pro. Виталити там тоже. Очень жесткий раунд. Казалось, что смогут все-таки Виталити ретейкнуть, когда Ставн оставался один на болоте против двоих. Но, тем не менее, затащил молодой. В итоге экономика, мы видим, закончилась у Виталити. Раунд на пистолетах. Да, герои через длину будут строить этот раунд. Пока что есть контроль коннектора. Был рефреш под монстром. Но рефреш, мы видим, уже бежит на помощь сюда к тиммейтам. Он также, скорее всего, и Сьюж сделает. И разыграют просто раунд. Ну, все длина вряд ли. Наверное, 3 плюс 2 так и пойду дальше ребятам. Ну, да, да. В принципе, там Ставну и рефреш, или кто там Сьюж и рефреш. И типа длине смысла нет. Никого не встречают. Сейчас уже, да, уже перешли на территорию соперника. Их никто не... Вот сейчас, наверное, прочекал прыжками Шокс. Но уже пошла раскидка. Тут уже одной ногой вышли под базу А. Ирки Героик. Так, Тесос... А, ну, направо не посмотрел. Там тиммейты уже вышли. Нет, тут просто бесшансовая для защиты атак от команды Героик. Ну, понятное дело, они там с пистолетами. Один Дигл сейчас там остается. Ну, из-изи раунд. Отличная работа Героик. А вот это лишнее, конечно. Ну, ладно, есть прикрытие. Ну, один минус. В принципе, ничего страшного. Рефреша потеряли Героик, но раунд выиграли. Просто там у них, по сути, и так ничего нет. Ну, решил ворваться. Окей. На характере. На характере играют. Ждем закупа от команды Виталити. Ну, и напоминаю вам, что ХВЛ Джилион. Это больше пуша, раша и драйва. Покликайте по баннеру в описании трансляции и переходите на сайт. Четкий, уверенный, быстрый раунд у команды Героик. Вот начинают включаться они в темп этого матча. А вот давайте посмотрим, не выключится ли здесь команда Виталити на какую-то серию раундов. Ну что, авик есть. Тайм-аут тоже есть. Бамас, М-ка, М-ка. Мало гранат, конечно, будет. Ну и коэффициент от прематча пока что в пользу. Ну, явно команда Героик. На 1.6, на 2.25. Ну, Виталити еще могут отбиться. Ну, у Виталити более такие индивидуальные раунды. Там Шок, Зажог. Апекс может какой-то Супер Ниндзя Дефью сделать. Ну, Героик более структурная игра. Такая вот на взаимодействии парней между собой. У них там на перетяжках просто вот какой-то сбой случился там. То буквально там на 5 секунд раньше начни их будет попроще. Там и немножечко какой-то рассинхрон на выходе был. Но потом скорректировали все эти раунды. И пока очень неплохо играют датчане. Французам не просто здесь в обороне. Ну и давайте посмотрим, что будет дальше. Первые очень... 8 раундов очень интересно. Разыграны командами. Врыв через монстр. Рефреш летит. Все, Аркада меняют темп. Героик. А тут один Апекс. Тут один Апекс. И граната только дымовая. У него есть. Плевать вообще на это Дэймс Юшу. Вылетел с фрагом. Все, план занят. Можно сейвить. Раунд за 15 секунд. Ну, нормально. Быстрые-быстрые раунды. Вот мы сегодня смотрели также с Федором и с вами 2 Инферно. Там чуть ли не по 2 таких раунда мы смотрели. Когда просто атака дает какую-нибудь минус авику в центре карты. И на этом как бы игра совершается. Там защита стакается на А. Атака идет на Б. И в общем-то 9 игроков остается в живых. И опять же много таких моментов было сегодня. Вот один из них. Ну, тут, конечно же, мейджор, best of one. Никто не будет рисковать и врываться в такие ретейки без позиций и без гранат. Ситуация 4 в 5. Ну, молодцы. Молодцы героек. После таймаута, как мы видим, решили сыграть быстрый врыв. В принципе, там разочек за половину. Фастбе могут себе позволить. Команды. Сейчас это вообще был идеальный момент. Один апекс с дымом там был. Не было Кьоджина, не было Молотова. Не было вообще ничего, чтобы остановить этот врыв. Сейчас все команды, которые играют оверпасс, так вот, раза два, а может быть и три за атаку этот монстр душит вот в таком быстром, агрессивном темпе. Действительно, при определенном раскладе его там трудно удержать. Особенно, если вас двое. А если ты один, то тут вообще без шансов. Раундов 145 АДРа. Обратите внимание, за 9 раундов 145 АДРа. У рефреша. Да, он постоянно находит какой-то урон. И хотя у него такая роль здесь, на самом-то деле, человек-монстр, не всегда такая, знаете... Контактная. Не то, что контактная, она такая непростая. И тебя там могут вскрывать частенько там, и с разных сторон у тебя одного идти. И частенько ты идешь первым, и, ну, такую стату не всегда там умудряется набивать игрок. А тут просто локомотив команды героек, мистер рефреш. Он и там, и тут успевает работать. А вот здесь Зиву с небольшим поджимом по банану в соло сделать этот минус. Шокс, да, вот здесь на поджиме длины. Кинули ему молик, прогнали немножечко. Но здесь уже ждет выпада от Зиву там мистер Кедиан. Шокс пострелял, вернулся с длины, кстати, тоже. Уже, как мы видим, дуэт игроков-героек возвращается назад. Рефреш по ногам забрал Месуту. Красиво. Пока там команда там что-то там умирает, да, там наводит движуху под Аплантом. Рефреш убивает и атакует. Он на Б сейчас выйдет. Да, да, да. И какой тайминг он поймал? Вот только анти-тайминг, да, против него. Не знал, где Кьёджин. Все-таки, все-таки Кьёджин здесь был получше. Шокс, хороший угол. Удивил Ставна. Странно, это ему так заколил Кедиан. Попросил пойти, проверить, что там на точке. Узнать, где оппонент. Но мы увидим, что уже поменял французовую позицию. Ушел на токсик. Первая инфрация, что он за колонной, но он еще и минус дал. Не перестреливая с южа, но хилпа максимально быстрая от Апекса. Четвертый раунд для Виталити. Не удается как-то уж слишком далеко по раундам выйти вперед дачанам. Да, зато дэмэдж вновь оформил. Рефреш там дал, не знаю, 150 дамашки где-то. Ну да, один минус и по второму еще. Да, да, да. Ну что же, смотрим за продолжением, друзья. Там что-то думает мистер Кедиан. Так, следим далее, что по деньгам. Закуп есть и у одной, и у другой команды. Шокс плюс за Иву снова, как мы видим в дуэте. Что-то тут нашифрует. Два коннектор Кедиан заколил. Но под Зиг уже залетает рефреш. И там был Молотов. Да, он уже начинает вычислять В-плэн. Так, ну тут больше дэмэджа все-таки по рефрешу. С помощью ХЕшки нанесли Виталити. Да, все уходит обратно под монстр. Там прикрывал эту позицию стаун. И теперь просто уходит отсюда. Что, и один на другой уйдет? Ну в коннекторе, в принципе, есть контроль, да, у Сьюши. Поэтому тут менее мобильная защита. Она будет передвигаться через свой респаун. На хелпу разве что. Ну, конечно, когда идешь на АТОМ. Всегда думаешь вот про этого парня. Кстати, Кио дал еще один минус. Вот теперь он уже мстит рефрешу. И в ответ в Смок его сфотографировал. Так, ну 4 на 4. Ситуация. Такие фланговые игроки отвалились у команд. Шокс пытался сыграть соло. Тут рефреш. И вот Джин пушит Зайву. Ой-ой-ой, как тут Тезес. Классно вышел из Смока, да. Зиву был в зуме. Даже не видел этого момента. Но размен на месте. И расшатали, расшатали полностью оборону. Выходит в пустой б-плэн. Там есть, конечно же, перед коннектором Кио. Но остановить вот здесь как-то атаку он уже не может. Разве что там в ухо подловить, пока девятка отвлекает на себя внимание. Пойдет в спину через монстр. Но тайминг неплохой. Тайминг неплохой. Вот тут вообще не ждут. Сьюж спиной с гранатой в руках. Ну все, приехал Сьюж. Двигается дальше. Там Кедян продавил хелпу. Нет, ушел на воду. Ой, Десант 1-1. О, вот это строго сыграл в этом моменте. Вообще без нервов, без лишних страйфов. Четко обошел. Пока там тиммейтов убивали, разобрался. Это его раунд, да, вообще красавчик. Молодой, рука не дрогнула. Молодчина. Если было волнение какое-то на первом матче, то сейчас уже уж точно его должно быть поменьше. Хотя как поменьше. Ты проиграл первую игру. 0-1. И реально нужно тащить. Но мы видим, что пока он справляется со всеми этими моментами. Там что-то две тетрадки перед ним лежит. Все тактики этого мира. Хорошо, хоть тетрадки не запрещают уже. А то все. Все в голове должно быть. Да, все в голове. Отмена тетрадки. 2-0-1. Коэффициент на Виталите. 1.75 на команду героек. Но выравнивается потихонечку кэф, как и счет в этом матче. Ну и уже опаснейший раунд. Посмотрите на экономику. Там полторы тысячи где-то. Там тоже по полторы-две тысячи. Ну разве что Зеву закупился плотно под ноль. Но Зеву уже заработал себе чуточку. Минус по Тезису. Так, ну и толком ничего не заняли героек. На самом-то деле тут нужно цепляться хотя бы за бомбу. Да, тут выезжать бы с Южа. Да, его уже там задавили жестко в коннекторе. Очень агрессивный, классный раунд получается у Виталити. Редко в этом матче пока что повторяются команды. Сразу же после одного раунда команда пытается это как-то компенсировать и удивить оппонента. Это действительно получается у другой команды. Но в этом раунде, конечно, уже удивить, наверное, не смогут. Героек 2 в 5. Как-то безразмена. В разных участках карты погибали героек. Вот здесь наконец-то Стаун выигрывает индивидуальную перестрелку. Тиммейт за спиной это Кэйдиан с бомбой. Ну да, но при этом он понимает, что сейчас Эхл Пап придет. И справа, скорее всего, на банане кто-то остался. Там уже Шокс возвращается с... Откуда он? По длине пойдет сейчас Шокс. Так, 2 в 5 попытка все-таки растащить у героек. Апекс, вот это тайминг! Тут одного Апекса было достаточно. Тут со всех сторон. Один банан, один длина, один банк, один хилпа заходила. Защита команды Виталити на этот ретейк. Ну и, конечно, тут еще так все получилось. Классно у Апекса. Четко. Минус 2. 6-6. Но, с другой стороны, героек поставили бомбу. И хоть какие-то дополнительные финансы будут. Ждем, ждем еще один закуп от команды героек. Подмечаем очень классную стрельбу Апекса. Два хедшота. По таймингу вышел, похоронил. Коммуницирует Виталити между собой. Ну, Апекса вышел, да, под установку бомбы. Гзист. Так, так, там тайм-ау, судя по всему. Тренер включается в работу. Вот кто-кто. А как раз Гзист такой был, обычно спокойный игрок. Знаешь, там, опять же, только стал тренером. Поэтому, ну, будет так сидеть. На него, я думаю, это правило меньше всего повлияет. Будет успокаивать Кэйди. Да, да, там, тише, тише, дружище. Потому что, да, действительно, иногда Кэйди включается. Ну, заряжает эмоциями и тиммейтами. Ну, хотя Кэйди, знаешь, он всегда четко включается. Но все-таки тут мейджор, тут нужна дополнительная помощь. Все-таки великолепные команды в сумасшедшей форме приехали. Там все команды из СНГ. И будет не просто. А, да, мейджор. Получается очень насыщенным. Ну, второй этап, да. Да, и первый был, в принципе, там. Не, ну, конечно, были интересные моменты. Но вот для меня сейчас уже начинается полная жара. Я думаю, как и для многих зрителей. Уже настоящий такой уже пошел топ КС. И тут каждая игра очень интересная. Шокс. Прожал в детскую на минуте. 35 он уже здесь. Все остальные могут смело бежать под базу Б. У команды Виталити. Подожди, Тезис его выключит. Он не слышит? Он не слышит? Нет, на... Вообще, что там с наушниками случилось у Тезиса? Ну, все. Все нормально. Слышит, дал вертушку. Тут еще и Сьюж пробил Кио. После его серии крутых фрагов. И вот сразу же. Одна команда играет крутой раунд. В ответ другая команда... Они развернулись на А. Посмотрите, что творят герои. Вернулись на Б? Не, не. Ну, тут сказали. Ну, зачем? Мы уже на точке все вместе. Куда нам уходить? Ну, ладно. Похолдим, подождем, пока Тезис пройдет банан. А потом посмотрим, что тут происходит. Вот он Тезис. Все ждут Тезиса. Включите Тезиса. Так, ну, там он зайвучил встретиться такими темпами. Да, они уже встретились. Так, Апекс идет на хилпу к тиммейту. Но это фейк. Это фейк 5 в 2. Все серьезно. Так. Непонятно. Непонятно, что тут будет делать Апекс. Ну что, вылетает неплохо. Тут Молик уже никуда не уйти. Нужно рубиться. Все. Минус А. Тезис уже минус отстауна. И классный раунд для команды героев. Ладно. Да, ну тут, конечно, с одной стороны классно. Шокс поражал по таймингу. С другой стороны он начал топать. Ну да, он как будто забыл вот дефолтом, знаете, вот этот игрок, который там. Но он думал, что он тут его будет принимать на детской площадке, а не там прям стоять за стенкой. Такое впечатление, если бы он шел шифтом, Тезис бы спиной продолжал к нему стоять. Да, да, да. Просто пройти вот еще там пару метров на шифте и нажать на кнопку в спину Тезису. Это уже совершенно другой расклад в этом раунде. Ну ладно, будет поаккуратнее в следующий раз мистер Шокс. Пока что вторая пауза. Так, так, так. Любят пообщаться команды. Только-только был тайм-аут от одних, теперь тайм-аут уже от других. Апекс у нас на экранах. Ну колят. Там кэп вот видно колит, и там кэп колит. Ну вот тут реально два играющих, по сути. Тренер он. Ну конечно же, помощи очень много. Опять же, сколько там уже тренер с командой Виталити? Экстаз, да долго уже. Чуть ли не с основания, по-моему, Виталити он там сидит. Года полтора, если не больше. Ну да, уже сработались. Я думаю, им там всем комфортно работать. Ну конечно, если лютый кэп, тренер обычно поспокойнее. Там, если в одну команду поставить вот такого кэпа, как Кэддиан, и какого-нибудь лютого тренера, как у бразильцев, например, я бы посмотрел бы на эту комбу. Там бы просто все кричали, и четыре тиммейта в шоке сидели. Так, два ВП в защите. Будет также шок сейчас работать на авике. Надоело ему это ползание по карте. Решил, что сейчас я буду немножечко соперников удивлять. И куда он уходит? Девятка ушел. Четыре Б. Попытка угадать, но игра с двумя ВП от команды Виталити. Может, это сейчас им поможет. Заяву в соло тут на дуге. Не боится длины вообще. Ну пока не боится, но... Там через секунд 15 уже как бы, да, надо звать помощь. Вон уже бежит помощь. Классная подсадка от Апекс. Ой, ой-ой-ой, а тут расстрел. Вот Заяву, бомба вообще где-то на респауне остается. Герои за секунду теряют троих. Ну вот и на шаг вперед сыграла команда Виталити. Вот действительно, в раунд идут коллективы. Каждый раз сразу же контра, и никто не повторяется в этом матче. Очень сочная пока что игра на оверпассе. Ну и что будет делать Сьюш и Рефрэш? У них 25 секунд. Может быть, конечно, есть и смысл и подсейвить. Но давайте посмотрим, какое решение принимают ребята. Это да, это сейв. Ну что поделать? Придется немножечко пострадать ребятам. Ну, а как по-другому? Там уже все, последний раунд остается. 7-7, друзья. Виталити выравнивают счет. И пока абсолютно равная игра. Непонятно, чего ожидать от второй половины. Но мне кажется, вот такой же где-то, наверное, возможно, равная игра и дальше. В принципе, к этому идет. Видно, что и те, и другие уверены в себе. Видно, что и те, и другие могут выиграть без шансов раунд. Проиграть без шансов. Там что-то придумать. Сами себя перехитрить. Оппонента перехитрить. Алим в три затащить. В общем, все жестко. Стреляют все хорошо здесь. Просто в великолепной форме находятся команды. Ну, поехали. Что про спауну? Зеву первый на рассыпе пойдет фонтан пушить или нет? Может. Почему нет? 15-й раунд. Здесь, опять же, друзья, не всегда, не в каждом раунде ты умудряешься увидеть эти респауны. Потому что бывает, что на что-то там посмотришь на экономику, немножко отвлекаешься. Там с радара глаза увел уже все, уже камеры. Ну, а на сервер сейчас вряд ли кого-то пускают. Все-таки время... Времена прошли эти. Да, да, да. Тут уже инфа сливается, и скандалы, и так далее, и тому подобное. Поэтому, конечно же... Теперь это уже все давно закрыто. Так, на 4Б. А тут что-то как-то Виталити и не уходят с Б? Надо уже пушить тогда, собирать инфу. Иначе это будет провальчик. Так, ну там Зеву Савика. Он уже на длине. Правда, он... Не, он хотел пойти вперед. Кто-то сказал, да нет, оставайся, смотри. Банан, я иду на помощь. Это Мисута. Он уже на точке А. Ну, в общем-то, пока посмотрим. Пока разведка от команды героек. Вот ищут Шокса. Пока не могут его найти. Если Шокса нет, что там делают Виталии? Какие у них раунды? Вот, в принципе, тут очень легко понять. На самом-то деле топ-команде. Какие варианты есть у соперника? Если анализировали хорошо и разбирали игру на оверпассе. Там тетрадки не просто так перед игроками находятся. Потому что действительно все в голове не удержать. И вот он, пожалуйста, первый минус от Шокса. Причем бомба, обратите внимание, на душевых. Она прям супер далеко от базы Б. Тем не менее, здесь был первый минус. Здесь продолжается фейк. Кейден попытается выпустить рефреш. А тут выходит... Он выходит в дым и делает два фрага. Может, бомба сейчас на Б бежать? Жесть. Да нет, бомба тут уже план. Это будет хитрый раунд. Там ребята идут вдвоем. Один банан. Уже побежали. Их там должен был услышать зеву. Но это рефреш просто пошел и уничтожил. Это оружие какое-то смертельное у команды героек на карте оверпасс. Все, бомба на Б. Ситуация трое против одного. Ну и, скорее всего, восьмой раунд для героек. Да, ну тут про Шокса известно. Только Эйс ему помогает. Двоих троих убил. Но Тесос в ответе. Ну это рефреш. Он выходит из дыма. Просто вышел из дыма с двумя фрагами. Ну это же незаконно. Нереально. Вообще какая-то жесть. Иди, фейкани, умри. Угу. Пошел большую часть команды. Разорвал на точке. Приятно иметь такого тиммейта. Просто три фрага на Б в соло делает игрок. И четвертый его убивает. Это плюс инфа, что авик на Б четвертый. Невероятно. Круто этот рефреш. В этом раунде, да и в этом матче 17-2-9. Его статистика. Это МДР. Ну чуть попозже еще посмотрим. Там по-прежнему, я думаю, на высочайшем уровне. Коэффициенты чуть-чуть меняются. 2.25 на Виталити. 1.6 на команду героек. Ну давайте посмотрим, что здесь будет на старте. Опять же, все равно, несмотря на этот последний раунд, здесь пока... 8-7. ...увозительно равная игра. Да, счет на табло, поэтому... Теперь посмотрим, кто старт выиграет. Вот. Вот этот опаснейший убиватор. Да, показали нам рефреша. Ну и незамедлительно начинается вторая половина. Не забывайте кликать по баннеру в описании и получать бонус 100% на первый депозит. Так, Тезис немножечко прочекал. Ну и давайте посмотрим, останется ли это укрепление здесь из юспиков. Либо что-то поменяется. На длину идет Ставн принимать. Ну да, остаются в этом поджиме. Кэддиан за коннектором на банане в уголочке. За спиной у него Тезис. Ну что же, если что, ну на Б2 там один монстр, один на воде. Так, ну Ставн даст инфу. Да, никого не убил. Далан фу. За ним погнались, кстати, Виталити. Бегут, бегут. Что у Виталити? У них два дыма, молик и флешка. Тут можно по-разному разыграть, конечно, эту комбинацию гранат, как, опять же, на одной, так и на другой точке. Но в данном раунде ребята все-таки после того, как спалились на позициях, ну решили, что, ну да, нужно перетягиваться. Шокс контролирует коннектор. Тоже тут немножечко информации было по соперникам, то, что, в принципе, их тут нет. И, в общем-то, возможно, они менее мобильны. Но, походу, остается Шокс люркерить там на двери. Он любит это делать, умеет, а команда в четвером попытается выйти на Б. Ну да, Шокс без армора на раскидке Апекс. Но у него есть еще бронежилет, дропнули ему гранаты. Ну и, соответственно, выход на Б. Ой, это молотов от Апекса, кстати. Пацаны, сорвалось что-то, простите. Так, надеюсь, нам покажут потом повтор эмоции Апекса. Но ничего страшного, вылетели на Б, в принципе, нормально. Правда, бомбу занесли за пленда, как же все неудачно. Так, ну ладно, вот он Апекс и Зиу начинают отыгрываться в этом пистолетном раунде. Трилот, трилот, все! Уже превращается два в два, правда, минус. И вот он Апекс остается один. Но, может быть, сейчас сам выйдет. А нет, тут надо хотя бы бомбу. А он боится. А времени нет. Три-две секунды. Апекс! Оу, эх, ну тут что-то после этого молотова не туда, не туда пошли виталити. Кнопку отпустил, наверное. Ого, вспотел палец указатель. Может, мышка забарахлила, непонятно. Заскользил или как это случилось. Так и вроде вышли, но игрок с бомбой побежал за плент. Умер, бомба выпала, пока разменялись. Как же это произошло? Ладно, может быть, попозже нам покажут повтор, ребятам. Может быть, чатик заметил. Ну, мне кажется, банально. Реально какой-то фейл случился. Может, не подпредел. Ну, непонятно. Ну, сейчас все нормально. Молотов полетел. Выход на базу боя от команды Виталити. Без особых промедлений играет французская пятерка. Или это был какой-то фейк Молотов? Под своих тиммейтов? Я не знаю. То, что они там дали на монстров, чтобы их не поджали в спину. И что они возвращаются через коннектор. Ну, это слишком. Нет. Скорее просто он куда-то вылетел. Я пытаюсь в таких ситуациях найти смысл, но... Так, выход. Нет. Кэйдиан. Тут все в блайнде, что ли? Очень долго Кьёджи начинал стрелять. Еще неплохо отборники разменялись. На самом деле, минус бомба. Беретки. Кэйдиан. Вот этот важнейший момент от Тезиса. Шок взяет минус 2. Тезис. Тезис берет этот раунд. Минус 3. От этого игрока 10-7. На 3 раунда врываются вперед герои за счет неплохого. Старта. Ну, сейчас, наверное, выйдет и четвертый. Ну и дальше чуточку посложнее. Это игра для команды Виталити. Все-таки защитка стартует великолепно. И если они сейчас не отдают этот раунд, то... Ого. 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 Это закуп, дамы и господа. Два калаша, два дигла и СЗ-шка. Шок снова без армора. Кьёджин без армора. Гранаты есть, но никакого фаст врыва не будет. Интересно, когда героик поймут, что это закуп. Ну, с другой стороны, ставишь бомбу, проигрываешь раунд, у тебя хватает на бай. У тебя лос-бонус 4 раунда, проигранных потом с пистолетного раунда начиная. 3-400 ты получишь, поставишь бомбу плюс 800. Там какие-то кильчики. Ну, в принципе, в этом есть смысл. Главное, чтобы это всё не закончилось на этапе, поставишь бомбу. Ну, вот размен, плюс девайс. Вот уже у тебя три пушки, два калаша, М-ка и там на выбор дигл, СЗ-шка. Ходили за М-кой, возвращаются на базу Виталити. Много всё ещё у них гранат. Они в большинстве, у них всё просто шикарно. Монстр отлетел. Длина отлетела. Ставн. Один единственный опорник базы В остался. Ну, тут тишина, друзья. Включайте Ставна. Ну, тут он или прячется, или нет. По-моему, он вообще прячется. Могут его не начекать. Хотя нужно и шорт смотреть. Ну, сейчас посмотрим. Он просто показывает атаку, а тут, по сути, можно включить один экран Ставна и всё, и заканчивать, смотрите, этот раунд. На приёме. Размен ещё один. Ну, забрал второго, по третьему попал, но этого недостаточно. Тиммейты слишком далеко у него находились. Всё, дым в девятке, бомба спокойно ставится. Занимаешь любую позицию вообще на планте. Хочешь, поджимаешься в хилпу. Хочешь на граффити, хочешь, там уходишь на монстр, на зиг. Но на зиг уже поздно, там уже находится, конечно же, Кэдиан. Ну и сложнейший ретейк. Два в три. Правда, оба фуловых. И Кэдиан, и рефреш. А мы видели, как рефреш сейчас ставит. Так, попытка найти в смоках оппонента. Там зайву на лоу хп, но не попал по нему рефреш. Вот он момент. Сбрил зайву. Два в два. Ещё один фраг. Один на один. Апекс. Пол хп, но в прыжке подловил рефреша. И всё-таки Кэп тащит этот раунд для команды Виталити. Важнейшая ситуация и суперважный выигранный раунд. Для французов так точно. Герои были впереди, но теперь у них нет экономического преимущества. Там 2.31 даёт прематч на победу команды Виталити. 1.57 на героек. Баннер всё ещё под плеером. Кликайте, забирайте бонус. По экономике чуть прочитался, но там, в принципе, сколько оставалось у Виталити после этой закупки? На чуть-чуть. Ну, немного там, да, там почти под ноль, там, копейки какие-то. Ну, у Виталити, вот у героек тут вообще беда. То есть Виталити, в принципе, понимали, что если они возьмут раунд, всё, там эко. И, возможно, даже в следующем раунде будет плохой бай. Фьоджин, Фьоджин не довёл прицел. Вся надежда на Апекса. Так, там девайс подобрали. Отвели прицел. Вот тут очень узкие эти двери. Да, какие же жёсткие какие-то ребята из Виталити. Сейчас, в данный момент, вот предыдущий раунд хороший, этот великолепно отыгрывает. Ну и Тезис. Дружище, а что ты будешь делать? Тезис пока, ребята, да всё, ничего, будет сейвить. Разве что в этой ситуации уже тут, конечно, ничего не сделаешь. Пытается поджать спину, тут жёстко напрягается, проверяет все углы. Ну, а здесь атака просто пролетит в точку и поставит бомбу. Ну, в принципе, можно сейвить Тезису. У него калаш, хорошая позиция. До него тут уже не добегут французы. Ну и будем фиксировать уже совсем скоро счёт 9-10. Очень близкая была первая половина. Во второй вроде бы вырвались вперёд героик. Но сейчас мы понимаем, что это временное явление. И французы уже откамбэчили. Ух, да, друзья, что-то перегрелся ваш комментатор. Пятый Best of One идёт. Сегодня, конечно, чуть-чуть посложнее график у нас. Но, опять же, команды радуют хорошим КС. Ладно, давайте посмотрим на экономику команды героик. Так, калаш. Да будет, будет закуп у Кэйдена 2700. Сюж 1400. Ну, в принципе, он там может с любым девайсом. С любым набором, точнее, девайсов отыграть. И тут вопрос вообще. Держит ли эту оборону героик пока? В принципе, продолжается то, что мы ожидали. Команды всё-таки отвечают друг другу классными раундами, закупками, хорошими форсиками. Но очень крутые команды, конечно, в первом туре и те, и другие проиграли. Но здесь между собой дикая рубка. В принципе, такой матч можно увидеть и в плей-офф, на самом-то деле. В каком-то там четверть финале, спокойно. Ну, согласен. Ну, посмотрим, как будет на этом ивенте. Пока радуют нас СНГ. Команды просто жестко отыгрывают ребята. Посмотрим, конечно же, что будет дальше, когда уже демки будут просмотрены. И когда тут команды в групповом этапе подразыграются. Ну, в этапе швейцарки, конечно же, втором. Но пока что Моликс. Да, тушит сразу же и проходит мистер Апекс. Всё, команда возвращается назад. Там остается шок с Мак-10 перед монстром. Да и, в принципе, он тоже начинает смещаться. Мы видим коннектор под контролем команды героик. Решили они как раз всё-таки занять подвал в этом раунде. Здесь два игрока на длине. Остаётся Тезис со скаутом. Ух, непростой раунд на самом-то деле будет сейчас у героек. Одна ошибка и всё. И это уже равный счёт. Так, так, нужно отойти. Ставн прикрывает. Очень классная комбинация. Попытка выйти в спину сейчас будет. Нет, Ставн. И вверх посмотрел, и вниз посмотрел. И Тезис на длине. Сейчас ещё кого-то... Нет, отвернулся. Апекс на морозе. Просто бежит в Аплэн сейчас. Ну, там его слышит, в принципе, и Сьюш. Он тоже бежит. И Сьюш всё-таки зайдёт вовремя. И даже с минусом. Хотя могло прилететь сейчас, конечно, на эту мусорку по голове. Апекс не читается. Сьюш его абсолютно не ждёт. Оп. Ну, так, дал локтём. Вот всё-таки время на перевод прицела. Но дальше отлично отыграл Апекс. Тезис даёт размены. И Шокс в сложнейшей ситуации. 1-4. Одного забрил. Тут второй. Ну, нет. Ну, слишком много соперников. Да, Шокс крутейший игрок. Но всё-таки очень сложная ситуация. Это 11-й раунд для команды героек. Очень важный раунд. Они только что потащили. Остаются уже с тремя калашами в защите. Доволен с таунтом. Что-то смеётся. Но как-то вот приигрались они вот вместе с Кэдианом. Я так заметил. Да, да. И вот в Андере сейчас хорошая комбина. И видео на Ютубе вместе записывают. Да, и чего они там только не делают. Да, такая довольно симпатичная, весёлая команда героек. В принципе, Виталити точно такая же крутая команда. Да, и тут, в принципе, это же мейджор. Друзья, второй этап. Тут уже реально лютые ребята останутся. Ну, а плей-офф, стадион. Я просто этого ждал два года. Я уже не могу дождаться. Осталось ещё вот досмотреть сегодняшний день. Ещё три дня до завершения второго этапа. И там, конечно же, этот лютый плей-офф. О-о-оу-оу. Апекс чуть не повесил хэдшот. Чуть не снял скальп. Уставно, что ли, да? Вот он прыгал. Да, да. Ну, был близок. Был близок к этому энтрифрагу Апекс. Не попал. В итоге 5 в 5 небольшой холд под базой БМ. Здесь укрепление героя, как мы видим, втроём тоже, в принципе, прочитали. А вот Виталити им бы, наверное, Кьоджина как-то выпустить. Он просто там стоит с этим Галилом на фонтане и всё. Так, ну подожди. Там сейчас сбор информации и прострел от тиммейтов. Так, ну взорвали Токсик, но там только дэмэдж без фрага. Ну, если стоит, значит, знаешь, эта позиция важна. И, значит, будем разворачиваться. Поэтому тут уже к нему идёт вся команда. Через Респик придётся. Ну, кто-то через Коннектор, кто-то через Респаун. Ну и главное, дальше как можно быстрее нужно действовать. Вот она Месута уже начинает проверку, выход на банан. Здесь нам показывает Эзеса. Вон он за стеночкой. Ну и уже бежит Хлпа. Номер 8. Это Стаун придёт также вторым номером на точку. Тут уже летят молики. Как бы надо и третьего уже, наверное, передвигать. Так, ну Тезес слышит вообще здесь абсолютно всех. Полетел, подлетел. Сьюж сейчас на помощь. Он здесь должен вписаться в эпизод. Так, под моменталку Шакса Тезес дал минус. Но включаются Кьоджин и Зайву. Каэдиан. Ещё одна флешка чётко в глаза капитану команды Героек. Йоджин что-то в этом раунде очень сурово расстрелялся. Так, Сьюж седьмой. Извините, там был Стаун. Конечно же, вот он Сьюж. Но Сьюж уже никуда не успел. Это крутейший заход от команды Виталити. Ну, вот по-любому очень равная игра. Действительно, с первой половины так всё классно шло у команд. Ну, классно для зрителей. Для фанатов, конечно же, коллективов очень сложная игра. Потому что вроде тут то один крутейший раунд, то потом какой-то провал. То вновь такое же, только наоборот. Ну и сейчас, конечно же, посмотрим, что вообще получится закупить ребятам из команды Героек. Засейвит или нет для начала. Потому что тут уже Шокс идёт на охоту. Видит голову. В чайник прописал рефрешу. Сьюж, шлем просто. Шлема больше нет. Смешной, да. Он идёт дальше. Так, Сьюж. Видит. А имит нормально. Ну, хотя бы Сьюж засейвил. А там что-то денег совсем нет. Да-да-да. Всё тут очень неприятно для Героек. Один экономический. Возможно, им сейчас понадобится. Апекс, ну, уже так, по крайней мере, доволен. Ну, суров, знаешь, нет каких-то прям суперэмоций. Не смеётся. Не, ну, по его лицу там видно. Какая ситуация. Он там всё очень ярко показывает. В каждом эпизоде ты уже понимаешь. Там проигрывают, не проигрывают. Борьба, не борьба. Можно по одной вот камере. Иногда на мистера Апекса. Итак, 10-11. И всё-таки это форс на все деньги. Ой-ой-ой. Дигл 5-7. Две Мки. И АВП в руках Кэддиона. Давайте быстренько посмотрим, что здесь будет. Пока что Кэддион перед Дигом. Здесь Молотов. С Токсика смотрится Монстр. Там Сьюж с Мкой. Ну, как бы 4-Б. Только Теза с Диглом сейчас. Сейчас чекает длину. Всё. Возвращается на банан. И... Как бы тут сейвить не пришлось. Идёт вперёд. Ну, как бы там как раз и засейвится АВП и 2Мки, судя по всему. Ну, АВИК без армора. Максимальный рискованный бай от Кэддиона. Ну, они идут на поджим. Они сейчас, конечно, поймут, что здесь соперники. Но там уже... Всё. Всё. Слышит Тезас. Говорит, ребята, длина. Успеет ли, успеет ли хоть кто-то вообще на этот план. Тезас, вряд ли здесь кого-то убьёт. Хотя нет, на него не посмотрели. Да что, 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 филакануло или что это было где-то у нас только. Надеюсь, что у нас. Ну да, не у игрока. Это было бы вообще неприятно. Ну, иногда, да, там бац-бац два хэдшота. Иногда бац-бац и ничего. Ну, что ж, спокойно. Зашли на точку, ставят бомбу. И тут никаких вариантов нет. Только как сейвить эти девайсы ребятам из команды героек. Ну и... А Виталити даже не знает, что там этот закуп. Так бы пошли загонять авик Кэйдиана. Но в итоге-то их встречал только Теза с Диглом. И, в принципе, Виталити думает, что там два кабай. Ну да, да, да. Они, по сути, конечно же, куда там идти. Там пистолеты загоняют, думаю. Да нет, не надо. Хотя, подожди, но всё-таки... Да нет, на респаун, может быть, вернуться. Может, вандер кто-то спустится. Всё равно понимают, что там какие-то девайсы должны быть, по идее. Да навряд ли. Ну а если Кэйдиан не стрелял, он вроде не стрелял. Да и мы видим, по движениям Виталити вообще никакого желания идти на поиски героек нет. Так. Ну и пока посмотрим. Ну, 2000, наверное, будет эко сейчас с этими девайсами. Ну и, конечно же, акция от Периматч, друзья. Связывайте аккаунты на esports.pm. Слэш твич. Участвуйте в розыгрыше замечательных призов. В общем-то, если туда зайти, там посмотрите. Я думаю, там можно все подробности прочитать. И, конечно же, поучаствовать в дополнительном розыгрыше девайсов. Так, все, тут тренер, видимо, взял паузу, что ребята общаются, значит, действительно, это произошло. Там залил себя вообще просто пол-литра воды сейчас с Апекс. Так, что... Шпаргалка на руке какая-то. Да, какая-то. Показывает, как они атакуют через длину. Все, вот мы знаем раунд команды Виталити теперь. Да. Лево-лево показывает. Вот давайте через длину раскидка зашли и вышли. Ладно, шутки шутками, но переходим к интереснейшей стадии этого матча. Равный счет, концовка 11-11. Ну, конечно, пока еще не полный экономический у команды героик. Это только АВП засейвленные 2Мки. Там 5-7 и Юспик. В следующем будет оружейный. И то у Кейдена 950. Армор докупил. Так, Ставн. Поджиме. Минус раз, минус два. Это Кейден, это Ставн. Он за его ответил, но за его здесь с бомбой. Тесес, кстати, неподалеку с Юспом. Ну, Ставна, да, там уже съели просто с двух сторон Тесес. А может, вперед Тесес, давай, на удачу. Или чуть попозже он это сделает. Но он хотя бы слушает здесь, дает тиммейтам информацию. Пошел, пошел, все. А там пушки лежат, их не повыкидывали. А нет, все, вообще класс. И можно дальше идти по Терри Спаун. Ну, тут могли там повыкидывать за забор, ребятам, за карту. Но, да, теперь это уже повеселее продолжение раунда для героек. Они в большинстве и жмут спину, и уже готовы принимать точку Б. Но давайте посмотрим. Рефреш под стеночкой. Сьюж должен и минус дать, и отвлечь на себя внимание. Тут надо... Если просто отлетит, это беда. Поэтому надо показываться Сьюжу. Но там уже и засветился рефреш. А тут Апекс на лоу хп. Спина включается. Шокс в виде двоих. Попадает по Сьюжу, но не убивает его. В итоге потеряли только одного став на сейчас героек. И вышли вперед по счету 12-11 на табло. Ну, вот он агрессивный, поджим, уверенный на фонтан. А, пацаны нормально там фанятся. Кулачки друг к другу. Круто мы их раскатали. И играют дальше. Так, рефреш у него там своя атмосфера. Сейчас пойду. На Монстр защищать. Ну, посмотрим. Жалко атаковать нельзя Монстр. Слишком много за защиту. Еще какие-то изменения, может быть, будут? ТСС пошел во Гречу. Спускается Вандер. Здесь же французы вываливаются на детскую площадку. Потушили Молотов. Да, боятся уже, конечно, близких позиций. Проверяют длину. Жду тут. Должны проверить, конечно же, фонтан, банан. Может быть, подсадку сделать сейчас. А здесь просто на чек стоит Кедян на банане. Тезис в упор станет или нет, или в плент уйдет. Ну, уходит в плент все-таки. Тезис. Ну, тройка игроков на Б, там все спокойно. Тут больше вопросов к точке А. Как тут будут, если что, выкручиваться, ребята, если банан сейчас просто пойдет в атаку. Но пока что битва. Шокс против Кедиана. О, кстати, без фейка. Виталити просто всей толпой идут. Кедиан не попадает. А тут уже прошли. Тут уже в плент сейчас будут выходить. Куда ушел Тезис? Да, друзья, тут мы пока смотрели за Кедианом. Тут он вообще один остался. Поэтому и флешку сам накидывает, и дым закрывает. И, ну, все, минус там. Правда, Тезис дает минус по киллу. И выживает там на длине. И ждет он Шокса. Так, там бомба выпала. Кедиан. Кедиан, кто кого? Разбайкили на выстрел. Ой-ой-ой-ой-ой! Сьюж забрал в этот момент Абекса. Кедиан с вертухой делает минус. И это раунд для команды героек. Ну, Кэп просто жжет. Что это за 360 распрыжка была от Кедиана? Как же это было жестко. Это, конечно же, движение настоящих снайперов в топ-про. Что, чтобы еще и в голову тебе не попали. И закрыть модельку. Ну, это невероятный, конечно, момент. Это просто жда. Да, да, да. Да, просто 360 крутят против вас. Ух, вот это да. Вот это Кедиан. Вот это преломные моменты какие-то пошли. Так, что вновь Молик. Теперь не тушим, просто бежим. А, тут у нас вообще пистолеты. Конечно же, экономические для Виталити. Давненько до плентов не доходили ребята. Ну и походу пока что переезжают их в защите героек потихонечку. Они более агрессивны, более разнообразны в обороне, чем были Виталити. Ну, на данный момент еще, конечно, будет шанс у Виталити. Но лучший шанс это вот следующий раунд включиться в игру. И со счета 11-14 попытаться выбить экономику. Там взять два раунда подряд. И может быть еще вернуться Виталити. Но согласитесь, кажется, что вот сейчас им будет не так уж и просто. Посмотрим. Сейчас может кто-то за его вылетит с эйсом. И все перевернет. Ну да, были, были, опять же, вот такие мысли у нас. И после первой половины, что тут один раунд крутейшим образом отыгрывает одна команда. Но потом в другом раунде уже другая сотворит ветер. Да, тут если сейчас пистолеты выиграют, это будет жесть. Это будет вообще суперответный удар. Флешку съел Тезес. Не, не, тут нужно было сразу убивать Тезеса. Он все еще живет. Раскрутился, мы видим, еще на фраге Апекс. Ну тут на какое-то время даже 3 в 3 было. И теперь Апекс 1 в 2. В принципе, не так уж и плохо у него есть 40 секунд. Но все-таки решил, что нет, фейкану по бомбе. Тут это, конечно, зря, наверное. Но теперь он даже сам это подумал. Ну, ждал спину. Все, Рефреш понимает, что зажали они уже. Или не понимает. Или не зря. Апекс! Вот он за самый раунд! Да ладно, калаш зарешал в руках Рефреша. Все было у Апекса. Тень, позиция. И армор у него был, что самое забавное в таком раунде. Ну, опять же, да. От хэдшота, калаша никто не застрахует тебя в этой игре. Крутой. Крутой раунд получился. Казалось, вообще должен легко залететь. Или там не хэд. Может, по-моему, в туловище и в хэд как-то так. Может, повтор покажут. А ну-ка, Рефреш нам включите с повторчиком последнего эпизода. Потому что настолько вообще, на самом-то деле, важный момент. Вот возьми сейчас раунд. Смотри, Виталити. Добери следующий. И там уже догоняешь по счету. Потихонечку своих соперников. Берут паузу ребятам. А вот он и повтор. Ну, тут сначала Тесос раскрутился бодренько. Да, его забирает Апекс. Одного. Машина. Ну, это сглаз Апекса. Ай, не показали. Да ладно. Ну, что ж такое. Самое важное. Не показали. В повторе. 5 и 2 на Виталити. 1 и 14 на Героек. Ну, паримач уверен. Пятерка уже такой весистый кэф. Ну, снайперов нам сравнивает. Кейдиана и Зеву. Так, там 100% дуэли выиграл Кейдиан. По этой статистике, кстати. А фрагов у них одинаково. 15 и 15. Любопытно. Так, ну, был тайм-аут от Виталити. Бомбу оставили под респом. Посмотрим, что они придумают. Пока что есть агрессия на болото. Тут 2 человека. Это рефреш, это Кейдиан. Все-таки атакует монстр даже здесь. Рефреш. 19 хп оставил, кстати, Шоксу. Ну, попал сквозь забор по голове Шокса. Боу. И там взорвали двери. Ну, да. Ну, Шокса там девайс и помощнее был. И, по-моему, первый он начал стрелять. Хотя там надо повтор смотреть. Показалось, что он первый, да. В принципе, за счет этого и сделал минус. Ну, и вот уже в большинстве по банану летит атака. Втроем. Бомба вот за спиной бежит. Это Зиву. Но он боится пока коннектор. Сейчас на шифтах. Тут будет выходить его проверять. Шокс вообще в Респе в Терровском находится. Тут вообще вдвоем уже начинают атаку под раскидку Апекса. И пока делают это неплохо. Хотя вот Тезис сразу же размен по кио. И два игрока защиты находятся на длине в данный момент. Вот это будет сюрприз, возможно, для атаки. Одного могут и ждать, а вот второй это уже перебор. С Тезисом не справляются. Нет, Мисута дал ответ. И вот теперь Ставан. Должен двигаться вперед. Мне кажется, как можно быстрее. Вот он должен был сейчас просто подойти вперед. Но он готовит молик для тиммейта. Но это молик аж за машину, а бомба была в дефолте. Так, натопал. Зайбу понимаешь, что это длина теперь? Ну, как бы да, там и Молотов летел. Будет сложный ретейк. Кейдин ждет по два смока. Два смока у ребят есть. Сейчас просто вот кидаешь два смока. И диффьюзишь. И диффьюзишь. Ну, сейчас они проверят плен, поймут, что здесь никого. Там с хилпы пришел тиммейт. Вряд ли они там в банке где-то боятся. Поэтому, значит, они вот здесь на банане. Вот дать им два дыма. И можно немного повеселиться. Так. Оп. Да ладно. Кейдин. Ну, тут сам Ставн справляется. Нужно дефить, нужно дефить бомбу. Да, киты есть. Все хорошо. Пятнадцатый. Вот это ретейк. Это было реально тяжело. Там куда-то Кейдин пропал. Вот же он, вот же он. Ой-ой-ой-ой. Просто отец и сын проходят КС. Да-да-да-да-да. Вообще просто поцеловал Ставна. Такая вот атмосфера у героек, ребята. В шаге от того, чтобы выиграть карту оверпасс. Это в сборной Франции. Помнишь, там Бортеза кто-то постоянно. Целовал? На фарт. И не только. Много таких эпизодов, конечно, в истории спорта. Ну что ж, хороший, веселый момент для команды героек. Для Виталити ничего пока веселого нет. У соперника 4 матчпоинта. И как бы это корзина 0-2. Неожиданно, просто максимально неожиданно увидеть там команду Виталити. Но, возможно, они еще 4 подряд сейчас выиграют. И на допы. Ну, дальше теперь уже БУ-3 серии. Для Виталити, возможно, это все будет попроще. А может быть, да, действительно что-то и здесь получится. Раз так Мисута переезжает монстр. Стаун отвечает. Кио забирает Стауна. И да, можно сейвить. Пока праздновать победу рано. И денег нет. Как-то так все произошло. Еще и тут потерял девайс Кедиан. Как раз у него деньги есть. Было бы неплохо, чтобы он сохранил авик. Там дал дроп. А может быть парочку там фармилок выписал бы ребятам. В итоге Тесс выживает. Уходит на сейв. Втроем встречали героек выход по монстру. То есть на бумаге это все. Это было АГГ. Но каким-то образом пробились Виталити. И флешки залетели. И размен получился отличный. Но сейчас на самом деле самое важное то, что Кедиан пошел там драться. А на самом деле у него 5000. Опять же, вот этот АВП бы сохранить. Он бы дал там два дропа. Там вообще у него было вот 6450. Спокойно выписывает два дропа. Даже не фармилки. И спокойно играют дальше. Там у Рфреша 3700. Но как-то потерял АВП. Хотел этот тупичок в ситуации 2 в 5 убить. Так там и Тесс пошел умер. Он же не засейвил эту АМ-ку в итоге. Да, да, да. Ну там уже все. Во все тяжкие пошла команда. Спокойно, НЗУ. Хладнокровно команда Виталити. Ну посмотрим. Слушай, сегодня-то вот у нас были попытки камбэка. Может все-таки один из них произойдет наконец-то у нас там сначала. Те же Виталити пытались камбэчить. Против ВП почти получилось. Вообще шанс хороший. Героик-то остается на вот такой скользкой экономике. Две АМ-ки АВП. Тесс не засейвил, теперь играя с Диглом. Потом АУЗа пробовали против Ниповса. Что-то 3-12. Тоже могло получиться, но... Но тут 11-15. Тут, знаешь, такой ближний, ближний камбэк. Да, да, да. И тут форс на все деньги. От обороны. Поэтому посмотрим. Вроде бы угадывают сейчас герои. Они пятером на Б-Пленте. Это жесть. Таун минус. Атака навалилась. Но они просто не знают, какой сюрприз их здесь на точке ожидает. Еще даже нету Месуты. А здесь все. Здесь Кедиан. Здесь Таун. Здесь Рефреш. А все понятно. Окей, назад. Что-то не понравилось тут ребятам из команды Виталити. По крайней мере, отступают назад. Там проверяют коннектор Месуты. Никого нет. Никто не поджимает. Респа уже ждет поджим в Шокс. Тоже никто не жмет. Непонятно вообще, что происходит. Может, он на фонтане сидит. Но смысл там находиться в ситуации 3 в 3. Он может просто мимо Кедиана сейчас пройти. Мистер Месута. Там нам ездит спиной игрок. Куда он смотрит? Он на длину чекает. Кедиан. Опа. Сам пошел проверил. Жестко убрал Месуту. Ну что же. Кедиан. Это единственная информация. Здесь игрок прячется в хлпе. Походящимся на Б. Но он запускает. Он запускает. Чисто проход через шорт. Смотрит. Идут на монстр. Расставшиеся игроки команды Виталити. Остались два босса. Зайву и Шокс. Так. Ну, отличная ситуация для победы, по сути, у героек. Они уже на самом-то деле смещаются сюда на точку Б вдвоем. Да, там, конечно, в банке еще остается третий игрок. Но, тем не менее, это большинство. Все. Ой, с бомбой в руках погибает. Зайву не ожидал такой наглости. Похоже на ГГ. Все. Три в один. Добивать Шокса. Все. Он зажат на пленте. Зажат на пленте, дружище. Без шансов. 16-12. И героик побеждают в этом матче. Довольны. Ребята, отключите звук. Пожалуйста. Кэддиан пытается зарядить Сьюши на эмоции. Что-то такой спокойный. Мы потащили. Расслабься. Рефреш. Красавчик. Давай уже обнимемся. Это мейджор, дамы и господа. Вот это жесть. 16-12. Феноменальный камбэк. Феноменальные эмоции от команды героик. И все-таки они отправляются в корзину команд 1-1. А Виталити падают в 0-2. Дают пятюни. Ну, опять же, ничего страшного. Дальше БО-3. Ну, как ничего страшного. Страшно в 0-2 оказаться когда-то Виталити. Но дальше БО-3. И такой команде по силам вернуться, конечно же, по этой системе. Просто одержать в трех БО-3 три победы, как это сделали Астралис. Но, опять же, в втором этапе это намного сложнее. Доволен. Стаун. Хорошие моменты они показали вместе с Кэддианом и командой. Отлично сыграли. Ну, и, конечно же, еще раз их поздравляем. Пожелаем удачи Виталити. Они были хороши, но вот во второй половине немножечко поплыли уже в конце. На последних раундах все-таки чуть-чуть не хватило. Этот выход на Б был вроде бы неплохим в одном из последних раундов. Но в итоге как-то вот не зацепились. То ли как-то по морали их передавили. То ли просто чуть-чуть лучше сегодня героек. Но матч был эмоциональный. Матч был действительно крутой. Ну, и заслуженная, конечно, победа героек. Ребята браво. Ребята показали хороший оверпасс сегодня. Ну, что же, красавчики. У нас остается еще один матч, друзья. Фурия Мау Спортс.